Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим предварительное сбраживание сусла. Сусла следует предварительно сбраживать сразу же после охлаждения. Оно является отличной средой не только для дрожжей, но и для многих других микроорганизмов. Поскольку в производстве нет асептических условий, то при охлаждении сусла может инфицироваться. Чем дольше инфекция действует в несброженном сусле, тем отрицательнее ее влияние. Это характерно прежде всего для термобактерий, которые быстро размножаются и являются причиной неприятного вкуса пива. По Вейнфуртнеру они отнимают у сусла кроме кислорода также и витамины, которые являются ростовыми веществами дрожжей. Предварительное сбраживание свежими и активными дрожжами ускоряется начало спиртового брожения. Кроме того, при размножении дрожжей от образовавшихся углекислого газа и спирта ухудшаются условия для развития инфекции. Термобактерии в этой среде погибают и подавляется развитие остальных микроорганизмов. Однако, для быстрого разбраживания необходимо, чтобы сусло было хорошо аэрировано и количество задаваемых дрожжей было соразмерно. Отбор и определение количества задаваемых дрожжей. На каждом пивоваренном заводе имеется обычно одна или две проверенные расы пивных дрожжей, которые используются постоянно. При перекачке молодого пива для дальнейшего дображивания отбирают здоровые дрожжи из брожения, при котором получилось пиво хорошо осветлялось и дрожжи хорошо осаждались. Для обновления рас используют полученные в аппаратах для разведения чистые культуры, которые затем размножают в производстве или покупают семенные дрожжи на другом пивоваренном заводе. В зависимости от степени сбраживания различают дрожжи слабо сбраживающие, средне сбраживающие и сильно сбраживающие. Степень сбраживания перекачиваемого пива колеблется при использовании слабо сбраживающих дрожжей до 80%, средне сбраживающих от 80% до 90% и сильно сбраживающих более 90%. Для светлого пива, как правило, выбирают средне сбраживающие и сильно сбраживающие типы дрожжей. Для темного пива слабо сбраживающие и средне сбраживающие. Семенные дрожжи каждого типа имеют определенные специфические свойства и сбраживают экстрактивные вещества до определенной степени. Применение дрожжей нескольких типов может повлиять на вкусовые качества пива. Часто используют дрожжи двух типов – слабо сбраживающие и сильно сбраживающие, которые задают отдельно. Действие сильно сбраживающих дрожжей проявляется в сбраживании сахаров, не сброшенных слабо сбраживающими дрожжами. И тем самым повышается интенсивность дображивания. При введении дрожжей нового типа следует поступать осторожно и предварительно проверить его в производстве. Семенные дрожжи перед каждым внесением следует проверить с помощью микроскопа. Определяют физиологическое состояние, форму и размер клеток. Форма и размер являются характерными признаками отдельных раз дрожжей. И поэтому определяют возможные отклонения. Далее определяют присутствие посторонних микроорганизмов и количество мертвых клеток. Если встречаются неправильные формы, главным образом инволюционные формы. И если инфекции превышают допустимый предел или содержатся более 5% в мертвых клетках, то их нельзя использовать как семенные дрожжи и следует исключить. Количество механических загрязнений, дубильно-белковые соединения, выделившиеся хмелевые смолы, частицы хмели или дробины в дрожжах не должно быть слишком большим. Механические загрязнения не вызывают трудности непосредственно при брожении. Однако снижают в дрожжах количество клеток, способных сбраживать. И могут оказаться питательной средой для посторонних микроорганизмов. Семенные дрожжи нельзя задавать по шаблону. При установлении нормы внесения их следует учитывать условия завода и технологические требования. Норма должна быть такой, чтобы брожение произошло как можно раньше. Слишком большие дозы до определенной степени ограничивают развитие молодых клеток с высокой интенсивностью брожения и снижают прирост дрожжевой массы. При использовании больших доз старые клетки быстро умирают и авториз клеток ухудшает вкус пива. Обычно вносят пол-литра густых семенных дрожжей на 1 гектолитр 10% сусла. Это количество значительно превышает действительную потребность для сбраживания экстракта. Однако выбирают для того, чтобы быстрее произошло разбраживание. При таких условиях дрожжи в сусле размножаются только до достижения определенной концентрации клеток в объемной единице. Влияние дозы дрожжей С2Х все величины пересчитаны на сухой остаток равный 15%, на сбраживание сусла 10,25% массовых и прирост дрожжевой массы видны из таблицы, представленной на экране. Количество задаваемых дрожжей следует приспособить также к температуре и концентрации сбраживаемого сусла. При температуре предварительного сбраживания 5 градусов Цельсия достаточно на 1 гектолитр 10% сусла 0,4 литра густых дрожжей. При температурах ниже 5 градусов Цельсия доза должна быть пропорционально увеличена. При более высокой концентрации доза дрожжей также повышается. Леберли рекомендовал задавать дрожжи по засыпи, а именно на 50 кг солода 1 литр густых дрожжей. Оказывает влияние консистенция дрожжей. Жидких дрожжей следует использовать больше, чем густых. Густые дрожжи содержат 85-88% воды, а следовательно 12-15% сухого остатка. Дрожжи, которые плохо осаждаются, в производстве получаются жидкие и содержат больше воды. Непромытые дрожжи после съема из чана имеют более низкое содержание сухого остатка, так как в них содержатся пузырьки углекислого газа, образовавшегося при сбраживании экстракта. Следовательно, при задаче дрожжей нужно хотя бы приблизительно определять их густоту. Действующие нормы для определения дозы дрожжей для предварительного сбраживания рекомендовать нельзя. Известно, что на некоторых пивоваренных заводах пиво при больших дозах дрожжей имеет дрожжевой привкус, а на других местные условия требуют внесения большого количества дрожжей, но оно не влияет отрицательно на вкус пива. Аэрация и внесение дрожжей. Чтобы сусло начало быстро бродить, его следует сбраживать дрожжами, хорошо размешанными и проаэрированными. Каждая дрожжевая клетка при брожении действует самостоятельно, поэтому если дрожжи прохоразмешаны, комки их оседают на дно и тем самым много клеток исключается из процесса брожения. Дрожжи размешиваются и при этом аэрируются или вручную, или механически в аппаратах для предварительного брожения, или так называемым переливанием. При ручном переливании точно определенное отмеренное количество густых дрожжей смешивается в сосуде с охлажденным суслом и основательно перемешивается грибком. Разбавленные дрожжи переливаются из одного сосуда в другой до тех пор, пока их объем не удвоится. Хорошие семенные дрожжи при переливании имеют дрожжевой запах и хорошо вспениваются. После переливания дрожжи пропускают через густое сито, чтобы освободить их от дрожжевых комочков и загрязнений. При таком процессе дрожжи хорошо перемешиваются и насыщаются кислородом, так что могут тотчас же поступать в бродильные чаны. Их вносят в чаны, в которых сусло едва покрывает дно. В пустых чанах дрожжи при внесении прилипали бы к стенкам и ко дну, и с трудом размешивались бы в сусле. Устройство, применяемое для внесения дрожжей, должно быть абсолютно чистым. При работе вручную следует соблюдать осторожность, чтобы разбавленные дрожжи не загрязнились. Определенными преимуществами обладают аппараты предварительного сбраживания. Это передвижные цилиндрические емкости с коническим дном из меди, алюминия или нержавеющей стали. Небольшие медные аппараты имеют яйцевидную форму. Обычно они содержат также такое количество дрожжей, которые необходимы для сбраживания одного чана. В аппарат вводят заданный объем охлажденного сусла и добавляют отмеренное количество дрожжей. Однако в обычных условиях дрожжи перед добавлением разбавляют суслом и процеживают. Потом аппарат закрывают и в сусло снизу подают профильтрованный воздух. Чаще всего используют сжатый воздух, очищенный от масел на фильтрах воздушной станции и прошедший через ватный фильтр, находящийся непосредственно в бродильном отделении. После основательного аэрирования аппарат перемещают ближе к бродильному чану и вспененное сусло с дрожжами из аппарата выжимают отфильтрованным воздухом в бродильный чан. Аппараты для предварительного сбраживания должны быть гладкими внутри, чтобы дрожжи в них не задерживались. После использования их следует прочистить. Сусло в чане тот час после сбраживания размешивают, чтобы дрожжи не собирались комками и отдельные клетки могли соприкасаться с суслом. Сусло перемешивают с помощью иглы трубки длиной 2,5 метра, луженой или никелированной, снабженной на конце перфорированным диском. Подаваемый воздух рассеивается через отверстие диска и перемешивает и аэрирует сусло. В тот момент, когда диск погружают до дна чана и трубку начинают медленно вращать. После доливки чана сусло снова размешивается так, чтобы оно все основательно было насыщено кислородом и дрожжи равномерно распределились в сусле. После такого перемешивания и аэрирования можно начать бродильный процесс. Дрожжи нуждаются в кислороде только в начале брожения, а именно для размножения и роста. Собственно брожение протекает уже без кислорода, только в особых случаях, то есть, если для сбраживания была использована небольшая доза дрожжей, если дрожжи ослаблены или температура бродильного отделения низкая, перемешивают сусло воздухом еще раз через 12 часов. Сбраживать сусло можно по-разному. Если дрожжей недостаточно или вносят прессованные семенные дрожжи с другого пивоваренного завода, то сбраживания ведут так же, как при разведении чистых культур. Для этого используют, как правило, чаны меньших размеров, которые только до 1,4-1,3 наполняются теплым суслом. Температура от 6 до 8 градусов Цельсия. Количество заданных дрожжей бывает нормальным, иногда несколько выше, от 6 до 7 десятых литров на гектолитр. После разбраживания, самое позднее в стадии белых завитков, добавляют несколько более холодное сусло. И после повторного разбраживания содержимое чана дополняют. Точно так же поступают при так называемом доливе сусла. То есть, способе, который постоянно используется на некоторых пивоваренных заводах. При этом поступают так, что сбраживают половину сусла. Несколько большей дозой дрожжей. И через 12-24 часа, когда сусло находится в стадии завитков, чан дополняют следующим суслом приблизительно той же температуры, что и бродящее сусло. Чтобы не подавлять размножение дрожжей и брожения. При использовании этого способа, молодое пиво при перекачке несколько сильнее сброжено. И именно поэтому, что при дополнении чана суслом нарушается осаждение дрожжей, которые дольше остаются в движении. Именно потому, что при дополнении чана суслом нарушается осаждение дрожжей, которые дольше остаются в движении. Иногда дображивание бывает менее интенсивным, чем при прямом внесении дрожжей. Охлаждению бродящего сусла в чане при использовании этого способа должно уделяться особое внимание. Главным образом к концу брожения. Преимуществом этого способа является экономия дрожжей и снижение потребления семенных дрожжей. На больших заводах сусла могут сбраживать в огромных чанах предварительного брожения. После разбраживания, которое происходит в них в зависимости от температуры через 12-24 часа, сусла спускают в бродильные чаны, где происходит брожение. Чаны предварительного брожения имеют объем 1200-2000 гектолитров. Так что можно в них смешивать сусла нескольких варок и тем самым выравнивать качество. Дрожжи хранят под водой в больших ваннах. Их объем достаточен для предварительного брожения одного чана. Воду с поверхности дрожжей отсасывают. Дрожжи перемещают грибком и подают насосом по суслопроводу в чан. Одновременно с дрожжами в сусло провод подают профильтрованный воздух, который аэрирует сусло и размешивает дрожжи. В чан предварительного брожения сусло обычно сливают более теплым. На больших пивоваренных заводах температура предварительного сбраживания сусла от 10 до 12 градусов Цельсия. После заполнения чана сусло аэрируют через 12-24 часа. В зависимости от температуры сбраживания спускают в родильные чаны меньшего объема 400-600 гектолитров и одновременно охлаждают до температуры 6-8 градусов Цельсия. На дне чана предварительного брожения остаются осадки из грубых взвесей. Большая часть тонких взвесей, загрязнения, мертвые, старые и ослабленные дрожжевые клетки. По своему составу этот осадок отвечает нижнему слою, получаемую при съеме прямо заданных дрожжей. Из чанов предварительного брожения в родильные чаны поступает сусло, освобожденное от указанных балластных веществ, с большим количеством молодых активных клеток. Дрожжи, полученные при этом в способе предварительного брожения, более чистые, белые, однако дека получается более рыхлая. Весь процесс более трудоемкий. Чаны следует чистить и снимать в них дрожжи. Если чаны предварительного сбраживания нельзя разместить над родильным отделением, то сброженные сусла из них надо перекачивать. Поэтому на небольших и средних заводах предпочитают прямое сбраживание. Температура сбраживания оказывает большое влияние на весь ход брожения, и поэтому должна точно устанавливаться и поддерживаться. При холодном брожении сбраживание проводится при температуре от 4,5 до 6 градусов Цельсия. При теплом брожении температура сбраживания повышается до 8. Чем выше температура сбраживания, тем быстрее происходит разбраживание, и тем быстрее поднимается температура бродящего сусла, которое поэтому необходимо быстро и интенсивно охлаждать. Уже говорилось, что более высокая температура брожения выбирается также при сбраживании малыми дозами дрожжей в зимние месяцы. Когда под влиянием холодной погоды температура в бродильном отделении снижается ниже 5 градусов Цельсия. В этом видео мы рассмотрели предварительное сбраживание сусла. В том числе мы рассмотрели такой вопрос, как отбор и определение количества задаваемых дрожжей. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в колокольчике все уведомления. И вы получите уведомление о новом видео, как только оно выйдет на канале. А следующее видео будет о процессах, происходящих при брожении. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.